Всем привет! Ну что, сегодня я в Феодосии, решила пройтись пешком домой от мамы и посмотреть, что сейчас происходит в Феодосии. Не знаю, получится или нет, уже смеркается. Посмотреть осень Феодосии. Ну что, отправляемся в путешествие просто по набережной. Прогуляемся и посмотрим, что где происходит. Ну что, находимся мы сейчас на Марсаду, в сквере. Гляньте, тут действительно осень, и при том, можно сказать, золотая осень. Посмотрите, сколько листвы нападало с деревьев. Просто тьма, тьмущая. Гляньте, вышли щиколотки практически, листва. Детвора в парке гуляют на детской площадке, с собакенами вон гуляют. Эта беседка здесь стоит. Сегодня теплынь градуса 23. Днем, наверное, было даже жарче. Что, отправляемся в наше путешествие на набережную Феодосии. Ну что, подошла к скверу на улице Горького. Нахожусь около кафе Антресоль. Тут такое ретро-кафе. Посмотрите, стены украшены всякими баянами, кушинами, самоварами, старыми радио. Проигрыватели, помните, раньше были. Ух, люди ходят. Вот, кстати, сегодня дождик был. Прошел дождик. Так что отправляемся гулять. А, ну да. Гляньте, семейство черепашка выползло. Да, а тут он, сколько их, четыре штуки залезли на камушку. Увидите себя. Увидите. В воде там еще пятая плавает. О, и вон она. И вон она. А, вот и шестая, да, показывают. И вот она еще. Да. Гляньте, в этом прудике всегда живут черепашки. О, еще одна. Ну что, зажлись уже фонари. Уже свечерело. Ну, не на всех лавочках, но люди повыходили отдыхать. Кошка гуляет тоже по парку. Гляньте, какая тишина и спокойствие в парке. Деревья даже не шелохнутся. А с утра был, кстати, дождь. Не знаю, как у вас, а у нас часа полтора или два шел дождик. Так что мы с вами идем после дождичка. Кстати, после дождичка в четверг так и есть. Сегодня четверг. Гляньте, какая лафа в парке. Какие-то мы такие перед камерой, смотрю, пролетели. И на этих лавочках народ кучкуется. Так что все пока эти утепенькие дни держатся, вышли погулять. Ну что, подошли к площади около кинотеатра Крым с вами. Посмотрите, после реконструкции все набережные, площадь стала просто ровная и громадная. Машинки так и стоят от частников и от парка счастья. Дети могут прийти, выбрать любую машинку и погонять, как вот это ребенок гоняет на эвакуаторе или полицейского эвакуатора, наверное. Кинотеатр Крым. Там так и продолжают идти фильмы, проходят сеансы. Ну, людей, конечно, маловато, потому что, как-никак, уже конец октября. Ну, все равно вечер, или, кстати, среди недели, четверг, рабочий день. Но народ все равно выходит и гуляет вечером по набережной. Там мы сейчас сидим в центре набережной, вышли с окраина города. Будем сейчас по центральной набережной идти в сторону Комсомольского парка. Ну, да, здесь уже людей побольше. Все светится, горит, мигает. Гляньте, какая здесь красота. Ну что, подошли к железнодорожной площади. Тут памятник Ленину, как стоял, так и стоит. Почерь эту тоже отремонтировали вот этой весной-летом. Гляньте, какая здесь шикарная сейчас площадь, громадная. Старый дом культуры. В нем остался театром, так и есть. Гостиница Астория. Там будет кафе. Кафе Грин. Йети. Ну, все эти забегаловки еще работают. Ну, они, кажется, и на зиму не закрываются в этом месте, так и продолжают работать. Так что, жизнь тут пока идет полным ходом, но людей, конечно, маловато. Наши местные гуляют, но не так, как летом вместе с отдыхающими. Ну, все же таки, если посмотреть, это в основном все местные вышли прогуляться, чтобы не сидеть в такие маленькие дома. На роликах. У меня, кстати, есть ролики, но я на них лет десять не стояла. Боюсь, что далеко я не уеду на них. Хотя было бы быстрее так. Опа! Проехался. И уже дома. Вон детвора катаются на роликах. Вот они все. Кафе, фастфуды. Крымская косметика. Магазинчик от компании работает. Гляньте, какой ремонт Астории сделали. Было обшарпанное здание. За год его отремонтировали. Ну что, нахожусь я на набережной. Раньше включиться так и не получилось, потому что там кафе пытается переиграть уличную музыкантшу. Короче, для кого не играть, я еще не знаю. Ну, играют. Посмотрите, ну, люди ходят, но мало. И гляньте, как быстро наступает темень. Только-только было. Сумерки минут двадцать прошло, и темень такая. Кочмар. Ну, люди все равно почти все лавочки заняты. Мало места есть где присесть. И ходят, прогуливаются по набережной. Наслаждаются теплыми деньками и морским воздухом. Луна сегодня в дымке. Почти полная. Вот сейчас вот такая обстановка на самой набережной. Ну что, нахожусь на самой осветленной части набережной. Это памятник котлеревской. Народ тут, конечно, кучкуется. В основном с маленькими детишками. Вон они, гадца, это вокруг памятника, около кипарисов высаженных. Тут более-менее еще людей есть. Смотрите, какой контраст. Зеленая елочка и желтое дерево. Получается дерево из двух половинок. Очень прикольно смотрится. Ну, если так посмотреть, по набережной народ все-таки прибывает, ходит, гуляет, на велосипедах катается. И Феодосия горит вся в огоньках. Вдалеке сверкает Приморский. Ну что, вышла с набережной, которая над самым морем, на вторую набережную, как я называю, Брод. Тут всегда продают всякие туземные товары, как я называю. Ну, все для моря, сувениры, такие шезлонги какие-нибудь. Матрасы, круги, тапочки для моря. Ну, всякую морскую атрибутику. Это улица генерала Горбачева ведет вверх. Кафе тут, смотрю, практически еще все работают. Вот, закрылось только кафе. Хорошее место, кстати. Очень такое интересное кафе. Я там с сыном была. Неплохое кафе. Но они на зиму уже закупорились. И зимой работать не будут. Вот тут чебреки неплохие, кстати, мы брали. Я вам показывала с подругой. Шаурма, Алиса, магазинчик. Морской там тоже шаурма, хот-доги. А мы будем идти по проспекту Ленина в сторону дачи Стамболь. Ну, тут людей чуть-чуть побольше или чуть-чуть виднее, потому что набережные более освещенные. Но в этой стороне кафе уже закрыты. Нет смысла работать. Что-то тут даже еще торгуют наверху. Но кому, не знаю. Уже стемнело. Смысл здесь торговать. На самокатах, электросамокатах ездят. На велосипеде. Так что, в принципе, тут дежуха есть. Но людей маловато. Местный обитатель Котофей охраняет кафе. Детвора еще гуляют во всем. Ну, еще, в принципе, рано. Просто стемнело. Вон еще один Котофей шляется. А вот тут всегда куча котов. И местные их тут подкармливают всю зиму. Ну да, тут все кафе закрылись. Все палатки закрылись. Уже не работают. Ну, люди по чуть-чуть гуляют. Там вот в переходе вообще темная набережная. С той стороны практически никто не ходит. Малоизвестная. Ну и мы с вами туда не пойдем. Пойдем по более знакомой такой освоенной набережной. Ну что, подошли мы к парку Комсомольскому. Ну, сейчас его мало кто называет Комсомольскому. Все его, скорее всего, называют парк счастья. А раньше это был Комсомольский. Его, конечно, переделали, облагородили, благоустроили. Очень-очень классно. Раньше была тут темень. Кому-то сейчас не нравится, говорят, слишком ярко, шумно. Вот я нахожусь в самой темной части парка сейчас. Если идти со стороны набережной. Ну, всегда всем хочу сказать, кому хочется уединения, что сейчас парк не уединится. Если вы хотите уединения, пойдите, сядьте на море. Там места много и друг другу вы мешать не будете. Или хотите леса, пойдите в лес и днем сходите. Вот тут у нас полчаса идти в лесу, если что. А парк действительно сделан как парк счастья. Нахожусь я около скейт-площадки. Она открылась совсем недавно для детей. Здесь можно потренироваться, ездить на скейтах, самокатах, на велосипедах спортивных. Как они, БМХ или как они там называются. Ну, потренироваться, научиться ловкости, испытать себя, свои силы. Так что очень прекрасное место. Там дальше находятся тренажеры всевозможные, как для детей, так и для взрослых. Там могут отдохнуть как взрослые, а это дети. Я не знаю, что плохого, кто из старых жителей видит здесь. Нет, память тут не разрушили. Также осталась стела павшим десантников, которые участвовали в освобождении защиты города Великой Отечественной войны. Также остался памятник афганцам. Все не разрушено, все чтится. Смотрится за этим просто. Он облагоустроился. Вот там вдалеке всякие турники, тренажеры. Столы для настольного тенниса, где можно принести свою сетку, ракетки и сыграть настольный теннис. Все для людей и для культурного отдыха. Посмотрите, там действительно толпы людей, ребят. Сейчас мы же спустимся сюда, посмотрим. Луна нас с вами преследует. Гляньте, какая красавица на небе горит. Ну что, решила спуститься, быстренько пройтись мимо вот этих вот всех кортов. Вон, как я говорила, настольный теннис ребята занимаются. Посмотрите, везде кучки людей. Действительно их много. Все отдыхают, наслаждаются. Гляньте, людей здесь действительно очень-очень много. Это, наверное, стоят все в очереди. Нас ждут свободного столика. Столиков свободных, кстати говоря, нет. Вот так. Вот это тренажеры всевозможные для детей и для взрослых. Вот это вот детская площадка со скальной горкой, с брусьями, с кольцами. Так что вот так вот облагородили наш парк. Ну что, как я говорила, в другой стороне парк счастья детский. Парк, посмотрите, да, весь искрится, весь мигает. Ну, это же классно. Просто прикольное место как для детей, так и для взрослых. Тут отдыхают как взрослые, так и детки с маленькими, взрослыми и собакенами также. И паровозики, бакеты, качели и тарзанки, и автобусы. Чего тут только нет. Вот паровозик ведущий. Парк счастья. Также тут стоит ларек с селкими возможными детскими вкусняшками. Тут мне нравятся очень вот эти вот колеса. Леденцы. Надолго хватает. Вот такой вот. А, тут, кстати, вот еще есть такой картодром. Шрек со слом стоит. Картодром на машинках. Можно покататься. И, кстати, ДПС стоит. И работает даже свиттофор. Там аэрохоккей все играют. Чебурашка. Вот такой вот еще замок здесь установлен. Горка. Качели. Витвары. Руси. Тут полно, полно. И футбол, и не футбол играют. Вот такой. Ну что, вот такой замечательный парк у нас есть. Здесь и паровозики. И там горки были. И ДПС, и космическая вон горка впереди виднеется. Так что, вот такой замечательный парк. Сейчас на минуточку 7 вечера. А детворы полный парк. Все гуляют, катаются. Вместе с родителями отдыхают. Ну что, вот такая небольшая прогулка вечерняя ночная по Феодосии у нас с вами получилась. Парк на счастье на этой счастливой ноте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok